На повестке дня опять мусорный вопрос. Количество жалоб на работу регионального оператора не уменьшается. Несвоевременный вывоз бытовых отходов, внешний вид контейнерных площадок. Эти темы по-прежнему актуальны в социальных сетях. Как изменить ситуацию? Сегодня этот вопрос был задан руководителю чеховского филиала регионального оператора МСКНТ во время совещания. Сначала только факты. Чтобы разговор был конкретным, общение с руководителем регионального оператора начали в Центре управления регионом. Его специалисты отслеживают ситуацию с вывозом бытовых отходов ежедневно. За вчера 96% заставил. То есть 4% было не вывезено. Рост обращений по вывозу мусора по категориям вывоза ТКО и отходов. Было сейчас 77% плюс 50% с прошлым месяцем. Непосещённые площадки за вчерашний день попадают в приоритет. Если там не было проезда в связи со снегом либо запаркованностью, то не имеет смысла с утра ехать туда в приоритет. Соответственно, сотрудники линейного отдела уточняют уже в муниципалитете, был ли очищен проезд, там было ли это место распарковано. Ну, уже в ручном режиме, да, там не так много адресов, тогда туда едет транспорт. Жители, которые жалуются на состояние контейнерных площадок, понять можно. Наблюдать под окнами малоприятную и дурно пахнущую картину никому не хочется. Региональный оператор приводит свои аргументы. Из-за припаркованных машин или неубранного снега к некоторым площадкам не подъехать. К тому же время на уборку сегодня затрачивается намного больше. В итоге нарушается график вывоза бытовых отходов. И дворники, и управляющие компании не своевременно проводят доочистку площадок. Скорректировать работу всех задействованных в этом процессе – главная задача на сегодня. Об этом шёл разговор уже во время совещания в зале заседаний. – Вопрос, чтобы сузить график вывоза. – Ну, здесь непросто, непросто. – Да, я не знаю. – Нормативное время погрузки на контейнерных площадках увеличилось с 5-7 минут до 35-40. Вот с таким снегом, с этой колеёй, понять, в какое время, на какую площадку мы приезжаем, какой техникой, вот сейчас, вообще не представляется возможным. Обсудив этот вопрос, участники совещания нашли выход из ситуации. Скорректировать график вывоза и исследовать ему. Наладить конструктивное взаимодействие с управляющими компаниями – основная задача. – И нам тогда уже будет проще, ну, как бы, развиваться управляющей компанией, то, что, вот, был чёткий график, и мы даже в это время не смогли обеспечить доступ, нормальный доступ мусоровозу, чтобы подъехать к этой площадке. В этот процесс, ещё раз говорю, администрация, рехоператоры, управляющие компании, вот почему нам нужно будет. Я думаю, мы можем это выстроить. Разговор был продолжительным и продуктивным. Уже к началу следующей недели будет разработана дорожная карта. Чёткий план действий в этой ситуации.